вы располагаете вот такой порядок итак пожалуйста шагин информационные формы движения материи если можно поближе к микрофону что или наклонить чтобы слушать так я шагин анатолий ксич как бы если обратиться опять к символике фамилии то я ее обычно пишу таким образом последние там 30 лет я уже стал идеологом творческого класса и развиваю эту теорию практически по всем направлениям выделение химической информационной формы движения материи как особого формы особого рода формы движения материи связано с возрастающей ролью химической формы движения материи в современный период научно-технической революции по мере развития знаний человечества развивается понимание форм движения материи соответственно изменяется мировоззрение общества микрофон ну зачем вообще нам нужно понимать о формах движения материи какая-то сложная далекая от каждого понятия с одной стороны а с другой стороны еще и ленин говорил в свое время что коммунистом стать можно лишь тогда когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств которые выработало человечество в современном мире это касается не только коммунистов но и всех прогрессивных людей человечества формы движения материи это основные типы движения и взаимодействия материальных объектов выражающие их целостные изменения для чего же нам нужно такая высокая абстракция как форма движения материи все развитие человечество вообще представляет собой ус все более широкое восприятие и понимание материи окружающие нас 1812 году гегель выделил систему из трех форм движения материи как говорил энгельс гегельское деление на механизм химизм и организм было совершенным для своего времени в 1876 году фридрих энгельс в книге диалектика природы предложил классификации из четырех уровней добавив физическую форму движения материи в 60-х годах советское время перечень форм движения материи было добавлено еще социальное в 2010 году я предложил еще одну форму движения материи человеческую и это все предложение по человеческой форме движения базируется на основе идеологии творческого класса сегодня на основании идеологии творческого класса я предлагаю рассмотреть информационную форму движения материи еще через два года четырнадцатом году будет рассмотрена зоологическая форма движения материи информационная форма движения материи связана с развитием супрамолекулярной химии я вообще не химик и но от 29 ноября 2010 года академик александр иванович коновал прочитала лекцию на телевизионном канале культура супрамолекулярные системы мост между живой и неживой материи лекция очень интересная почти все рисунки и схемы взяты из этой лекции в лекции коновалов представил свое видение иерархии структурной организации материи это элементарные частицы вот они пока показана схема на таблице это элементарные частицы атомы молекулы супрамолекулярные системы и биологические системы здесь мы видим что супрамолекулярные системы он выделил большой сиреневой чертой но в свою очередь он эти системы не отнес отдельной формы движения материи ну он химик ему и считает что это все-таки супрамолекулярные системы относятся химическим явлением я считаю что супрамолекулярные системы относятся к отдельной формы движения материи что такое супрамолекулярная химия супрамолекулярная химия это междисциплинарная область науки включающие химические физические биологические аспекты рассмотрения более сложных чем молекулы химических систем связанных в единое целое объекты супрамолекулярной химии это супрамолекулярные ансамбли строящиеся самопроизвольно из комплементарных фрагментов фрагментов подобно самопроизвольной сборке сложнейших пространственных фигур здесь мы видим сразу же противоречие между химией и супрамолекулярной химией которая заключается в том что химия исследует превращение веществ с образованием нового вещества а супрамолекулярной химии никак не образовывается новых веществ основной проблемой супрамолекулярной химии является направленное конструирование таких систем создание из молекулярных строительных блоков высокоупорядоченных молекулярных соединений заданных структурой и свойствами основными классами супрамолекулярных соединений являются кавитанты криптанты каликсарены комплексы госхатяин ротоксаны катиананы и там очень большой класс ну практически это то же самое как перечислять таблицу менделеева но в том числе входит не целые липосомы жидкие кристаллы на рисунке 2 показаны примеры супрамолекулярных соединений они представляют собой очень сложные иногда структуры и в общем то в конечном счете ген человека является одним супрамолекулярным соединением который включает в себя большое число молекул примеры использования супрамолекулярной химии в природе здесь особенностью супрамолекулярной химии является еще то что если в химии основными типами взаимодействия являются ковалентные связи то в супрамолекулярных соединениях основным является химики назвали нековалентные связи число которых относится и водородная связь мы если вы например важнейшим супрамолекулярным соединением в нашей жизни является вода который кроме ковалентных связей между кислородом и водородом образовывает еще дополнительные связи между водородом одного атома и кислородом другого атома вот эти вторичные связи они с одной стороны очень слабые а с другой стороны их можно оценить их энергетику таким образом например если бы в воде не было вот этих водородных связей которые относятся к супрамолекулярным то температура кипения воды понизилась бы до минус 80 градусов на объекты супрамолекулярной химии мы рассмотрим несколько мы фактически на данный момент уже смотрим несколько раз в день один из самых применимых это жидкие кристаллы которые находятся в телефоне это объекты супрамолекулярной химии рассмотрим природу супрамолекулярной химии химия это физика атомов как говорил энгельс традиционные химики заняты связыванием атомов между собой при этом обычно атомы скрепляются с сильными так называемыми ковалентными связями однако в природе существуют и силы послабее такие как водородные связи электростатические и диполь-дипольные взаимодействия вандервальсовые силы они связывают уже не атомы а целые молекулы при возникновении ковалентной связи происходит перекрывание электронных облаков атомов с образованием молекулярного электронного облака общего сопровождающиеся выигрышем энергии молекулярное электронное облако располагается между центрами обоих ядер атомов и обладает повышенной электронной плотностью по сравнению с плотностью атома атомного электронного облака это показано на рисунке вот на этом рисунке показано перекрытие электронных если взаимодействие происходит не одинаковых зарядов двух атомов то происходит смещение электронного облака относительно центра тяжести молекулы все таки в этом случае как показано вот на этом рисунке происходит поляризация молекулы поляризации поляризованные молекулы вследствие электростатического взаимодействия разноименных концов полей ориентируются в пространстве так что отрицательные концы одних молекул повернуты к положительным концам диполий других молекул это показано на следующем рисунке энергия этого взаимодействия определяется электростатическим притяжением множества диполий в основном связи между молекулами между молекулами уже уже не атомы взаимодействуют а молекулы в основном связи между молекулами является производными от ковалентных связей за счет смещения зарядов относительно центра тяжести вообще если посмотреть философски природа развивается за счет развития производных процессов химия есть производная от физики социология есть производная от биологии и здесь если мы имеем производную от химии то мы можем говорить об отдельной форме движения материи супрамолекулярные образования характеризуются пространственным расположением своих компонентов их архитектурой а также типами молекулярных взаимодействий удерживающие компоненты вместе в целом межмолекулярные в целом межмолекулярные взаимодействия слабее чем ковалентные связи так как супрамолекулярные ассоциаты менее стабильные термодинамические и более лобильные кинетические чем молекулы но взаимодействие этих элементов во много раз множественнее и вот эти слабые но множественные связи образуют в целом очень мощное взаимодействие как химики говорят проявляется эффект гулливера когда маленькими ниточками связывается очень большое тело родоначальниками супрамолекулярные химии является Жан-Марин Лен он является уже лауреатом Нобелевской премии ну супрамолекулярная химия последнее время начало развиваться где-то лет сорок назад начало только проявилось и до сих пор оно шагает очень большими шагами накапливая огромное количество информации суть вообще супрамолекулярной химии Жан-Марин Лен он нарисовал на рисунке 5 который показывает что молекула большая молекула вот здесь ее расположение зарядов вот их поляризованных располагается так что есть отдельные элементы которые имеют противоположный заряд и соответственно эти молекула и ее ответная часть они совпадают как ключ к замку примером того можно посмотреть вот формула валидомицина здесь супрамолекула вот которая вокруг находится она удерживает вот в этом положении ион калия который показан здесь зеленым шариком причем ее удержание может можно организовать этот процесс удержания и отпускания иона калия можно организовать технически путем использования хлороформенных мембран что же является вершиной супрамолекулярного взаимодействия только благодаря супрамолекулярной химии возможно образование двойных спиралей днк или возникновение в ответ на попадание чужеродного тела в организм иммунных реакций заключающихся в синтезе специальных белков для нейтрализации непрошенных гостей то есть природа уже используют эти супрамолекулярные соединения наша задача найти их и опознать структура искусственно созданной супрамолекулярной супрамолекулярной химии молекулы и структура гена приведена на рисунке 6 слева на этом рисунке искусственно созданные суп молекулы супрамолекулы в нашей в российской науке известен опыт овчинниковы среди подобного рода природных соединений супрамолекулярная химия прежде всего следует указать на антибиотик валидомицин расшифровка его структура в 63-м году которую в которую большой вклад внесли советские ученые во главе с овчинниковым вышла далеко за рамки обычного открытия настоящее время уже разработан большой ряд пептидных антибиотиков которые помогают человеку переноси ионов калия через мемораны клеток раздел 3 супрамолекулярная химия как отдельная форма движения материи что же является основанием для выделения супрамолекулярной химии в отдельную форму движения материи это это следующие признаки элементарных объектов первое отличие размеров второе энергетика взаимодействия элементарных объектов третье обратимость четвертое это новые методы которые используются для исследования этих объектов и пятое это информационность рассмотрим поочередно если мы элементарный объект супрамолекулярной химии это молекулы а в химии элементарным объектом является атом на картинке 7 мы видим что эти два объекта отличаются размерами в среднем где-то на порядок а то и больше следующая энергетика взаимодействия объектов на рисунке 8 представлен график энергетического взаимодействия элементарных единиц разных форм движения материи это в общем-то график который привел меня к этому открытию здесь мы видим значит энергетику взаимодействия для атомов для молекул для супрамолекулярных соединений и для биологических систем здесь видим что для атомов взаимодействия 10,6 электрон вольт для молекул 10 электрон вольт а для супрамолекулярных систем 1 электрон вольт продолжение графика показывает нам важна здесь точка вот это биосистем продолжение графика характерно для систем которые существуют за счет потребления энергии из окружающей среды так значит остановлюсь еще на новые физические методы исследования как сказал Жан-Марин Лен для супрамолекулярной химии решающая роль сыграла развитие современных физических методов исследования структуры свойств инфр инфракрасная ультрафиолетовая особенно ядерно-магнитная резонансная спектроскопия масс-спектроскопия рентгеновская дифракция значит следующий параграф информационная форма движения материи низкая энергетика которую мы видим на графике здесь позволяет супрамолекулярным объектам существовать совершенно других функциях значит которые характерны для них это субтрактная селективность возможность хранения информации на молекулярном уровне супрамолекулярное считывание информации и самоорганизация так таким образом развитие природы пришло таким сложным системам с одной стороны а с другой стороны они низкоэнергетические что же является в информационных процессах таких что принципиально нет ни в одной предживой форме движения материи это появление в материи возможность усваивать энергию внешней среды природа нашла новый способ своего развития накопления информации путем деления супрамолекулы на рисунке 11 показано такой процесс деления процесс репликации ДНК значит идеология творческого класса она здесь небольшой вывод то есть мы имеем дело с информационной формой движения материи значит идеология творческого класса классифицировала все существующие формы движения материи и это представлено на таблице 2 которые на таблице 2 действенность информационной формы движения материи начинается при следующих условиях во-первых новые принципы взаимодействия элементов второе специальные средства исследования информационной материи и третье объем производства супрамолекулярной химии составляет более 20% от химического производства это медицина начало проектирования компьютеров молекулярных жидко-кристаллические мониторы и так прочее и вывод предлагаемый способ классификации форм движения материи позволил выделить новую форму движения материи информационную и второе нам используя идеологию творческого класса мы выделили новую форму движения материи спасибо 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 спасибо